На самом деле, попала я в тюрьму, когда училась еще в регистраторе. Ром-турчик! От этого живот продолжает расти и расти и расти. У Дины... Ребята, всем привет! Я и моя сутка новая. Она и моя семья прилетели в Паум-Вич, только что при земле. В Чикаго до сих пор сейчас холодно, постоянно дожди, поэтому мы решили на несколько дней сюда прилететь. В общем, сейчас едем чекиниться. Едем в ту же гостиницу, где раньше остановились, но я все равно вам, конечно же, снова покажу. Ром-турчик! Вау, я обожаю эту гостиницу. Гостиница называется The Band. Водичка, конечно же, как без водички в жару. О, я ожидала, что здесь будет вход в другую комнату, но здесь тяна. И какое-то бухлишко. И еще нас угостили каким-то welcome cocktail. Чурз, милов. Не, ну на самом деле, несмотря на то, что я не люблю текилу, он достаточно вкусно, потому что здесь есть грейпфрут. Здесь на каждом этаже вот такие вот золотые собаки. Мы только что зачекинились, и вообще-то сейчас должны были с бубликом идти сразу в бассейн. Но когда я открыла пакет с иетнамками, там был просто ужас. Они были абсолютно все в плесени. Я даже вам показывать не буду, потому что я знаю, что многие люди смотрят в YouTube, когда они едят. Поэтому пощажу ваш аппетит. Последний раз мы их надевали, когда мы были в Таиланде. И я думала, что я их и почистила, и высушила, как я обычно делаю, перед тем, как упаковывать какие-то пляжные вещи надолго. Но походу, либо сделала это очень плохо, либо вообще не сделала. Честно говоря, уже не помню. Поэтому сейчас, короче, идем за вьетнамками. Ребята, я никогда не думала, что купить шлепки во Флориде, где реально круглый год, практически лето, будет так сложно. Я, конечно, искала самые обычные, но нашла какие-то очень навороченные шлепки. Поэтому сейчас жду машину. В нашей гостинице есть такой сервис. Можно попросить отвезти или сделать пикап. Из любой точки в рак. Ну что, мы сегодня целый день провели. У бассейна. И, наконец-то, пришли на ужин. Всем доброе утро. У нас уже следующее утро. Мы только что пришли с завтрака. И сейчас ждем мою подругу, которая едет ко мне из другого города. Ну, ко мне или к Эмиле, я не знаю. Потому что сейчас все мои друзья, в первую очередь, ко мне приезжают и прилетают из-за моего сына, а не из-за меня. Да, ты что, он еще такой позер. Так, ну что, друзья, знакомьтесь. В студию приходит Алиса. Привет. Алиса. Привет. Мы с Алисой знакомы еще с универа Батовского проходили. Мы были в разных годах. Ты на год, по-моему, да? Позже или на два? На два. Да, на два года. На два года позже меня Алиса училась на психологии, но проходила весь тот же ад и рай. Я расскажу про Дину, можно, пожалуйста? Про меня? Да. Как я узнала, первый раз Дина пришла к нам, когда ее пригласил у нас учитель биологии. И он описал Дину. Я считаю, что он был тайно влюблен в Дину, хотя у него была жена и двое взрослых детей. Но он нам сказал, что... Причем Дина пришла первая из всех гостей. Повторю, ты потом обрежешь. Дина пришла первая, и он за неделю начал нам говорить, что придет девушка невозможной красоты, потому что смешанная кровь самая красивая. И целую неделю в начале каждого урока, каждой лекции он говорил нам, что придет очень красивая Дина. И потом пришла Дина. Потом пришла я. Нет, и потом пришла Дина, и ребят, как его звали, сказал, я же вам говорил, вот какая она красивая. И мы все, конечно, реально восхитились. Причем Дина пришла, видно, ты тогда была прям подзадолблена экзаменами чем-то, и ты пришла в очень уставшем виде. И я помню, мы тебя спросили, типа, ну как твои дела, и ты сказала, что ты очень устала. Ты знаешь, почему я устала? Почему? Потому что у меня тогда был разгар булимии. Я была задолблена не экзаменами, а всем остальным. Окей, это многое объясняет. Ну, в общем, пришла Дина, помогла нам найти ответы на экзамен, рассказала нам все советы, и с того момента мы начали общаться, собственно. На самом деле, по сравнению со мной, Алиса продолжила свой путь психолога, она потом училась еще в Америке, она была в тюрьме. Я уезжала, я уезжала. Этот влог будет называться «Дождалась подругу из тюрьмы». Так, в общем, давайте по порядку. Алиса сделала магистратуру в Америке, а потом она попала в тюрьму. Скажи, пожалуйста, как ты туда попала? На самом деле, попала я в тюрьму, когда училась еще на магистратуре, а не после. А так, между первым и вторым годом, на самом деле. Но, отбросим шутки, это была практика. Я работала в тюрьме. А-а-а, практика? Правда, да. Я-то все-таки поддюбила. Вот. Это тюрьма для тех, кто нас *** казни. С 14-ю заключенными я работала, которые, собственно, ждут *** казни. И вот я вела с ними психотерапию. Очень интересно, но я рада, что эта практика закончилась, потому что, конечно, сложно. А сейчас я работаю как психотерапевт, получившая лицензия, работаю с людьми, а также как профайлер, где мои навыки помогают мне считывать человека по телесным блокам, по типу нервной системы, по внешним каким-то выборам имиджа. Профайлинг – это методика чтения людей, которая позволяет нам считать особенности человека, тип мышления, какие-то внутренние убеждения. И, соответственно, знать, как себя с этим человеком вести, чтобы получать то, что ты хочешь. Если же мы делаем профайлинг себя, то есть считываем свой профиль, свой психотип, то мы лучше понимаем себя. Ведь часто бывает, что мы не знаем, а почему вот это у нас получается, а это нет. Почему это нам легко дается, а это нет. Вот эти люди мне нравятся, а от этих я только страдаю. Почему? Я могу посмотреть на человека или даже на фотографию, так я делаю профайлинг-разборы, и очень многое про него сказать. Ведь наше телосложение – это результат нашей нервной системы. И поэтому, считывая телосложение, уже можно сделать очень много выводов про человека. Даже по тому, какие очки ты выбрала, я могу многое про тебя сказать. Какие цвета ты выбираешь, вообще, насколько ты любишь облегающую одежду или нет. Я могу сказать там по кисти твоей руки, как ты выстраиваешь контакты с людьми. Делаем профайлинг-разбор Дина. Я опущу какие-то такие более тяжелые детали. У нас уже веселый видеоблог. Но смотри, я тебе сразу сказала, еще когда тебя увидела, что тело у тебя достаточно здоровое. То есть каких-то ярко проявленных телесных блоков я не вижу. Но так или иначе, по любому телу что-то можно сказать. И когда идет такое относительно совершенное телосложение, где мы видим, что реально все очень органично сочетается, нет какой-то части тела, которая сильно выделяется. Вот есть женщины, у которых там бедра очень выделяются. Или плечи, наоборот, такая треугольная фигура. Вот у тебя относительно оно очень гармоничное. Но я думаю, ты сама это признаешь и понимаешь, и видишь. И когда мы говорим о таком гармоничном телосложении, у модели, кстати, тоже это очень часто бывает, мы говорим о телосложении, которое в психологии называется ригидное. Это не обидно, если что, слово. Это про некую внутреннюю ригидность человека. Такие дети чаще всего имеют родителей, которые требуют высоких стандартов. Это родители чаще всего сами, которые достаточно многого добились и высоких стандартов. То есть такие дети часто чувствуют, что им так или иначе нужно как-то себя доказывать. Вот есть безусловная любовь, ну где-то есть, да, в раю где-то у детей есть безусловная любовь. Чаще всего, конечно, нет. А есть дети, вот как ты, скорее всего. И здесь себя, я, кстати, тоже к ним отношу. У меня тоже есть такая часть телосложения. Это те дети, которые очень хотели получить больше любви. Той любви, которая им нужна была. Я не говорю, что родители не любили. Но, возможно, не так, как нужно было именно детям. И из-за этого дети выработали такую реакцию, что мне нужно стать какой-то идеальной, какой-то сильной. Мне нужно как-то доказать, потому что это нечестно, то, как ко мне относятся родители. И часто бывают сиблинги вот этих детей. Вот у меня, например, брат двойняшка, да. И часто нам в детстве могло казаться, что отношение родителей где-то несправедливо. Где-то несправедливо тебя осуждают, или несправедливо любят, или несправедливо относятся. На контрасте с сиблингами особенно. И вот это выработало, во-первых, такое обостренное чувство справедливости. Я думаю, для тебя по жизни вообще справедливость сильно важна. Что вот это нечестно. Им хуже, или наоборот мне хуже. То есть нужно прямо доказать. То есть яро бороться за то, во что веришь. Это как раз вот это вот ригидное целосложение. Вернее, это то, о чем говорит ригидное целосложение. Когда мы вырастаем, если мы прям заигрываемся в этот сценарий, не прорабатываем эту часть, мы можем стать прям такими людьми, которые держат себя в дико ежовых рукавицах. И у тебя, кстати, это есть с телом. Я знаю, что вот я должна быть реально совершенной. Такие люди больше всего из всех других типов боятся поправиться. Они больше всего боятся изменить свое телосложение в худшую сторону. Потому что с детства вот эта тема совершенности распространяется и на тело, и на личность, и на деятельность. Про любовь от родителей хочется сказать в точку, потому что это такое как будто знакомое чувство, когда ты описывала. Но когда я вот вспоминаю свое детство, у меня как будто от родителей была реальная, ну, около безусловная любовь. Но какое-то такое чувство очень знакомое. Мне кажется, это чувство не от родителя, а именно от социума. Потому что меня в детстве очень сильно булили. Когда я три года ходила в корейскую школу, меня просто даже физически булили. Потому что я не похожа на типичную кореянку. Потом, когда я ходила на балет, тоже очень сильно булили. Ну, и оттуда РПП началось. И, в общем, все вот эти вот веселые переживания. Поэтому мне кажется, вот эта вот недополученность любви, она больше от социума, чем от родителей именно. Но остальное прям в точку. У тебя еще есть курсы, которые сейчас ты продвигаешь, рекламируешь из себя в профайле. Расскажи, пожалуйста, вкратце о них. Расскажу. Как я уже говорила, профайлинг помогает нам считать тело человека и телесные блоки. Телесные блоки – это зажатости в нашем теле, нездоровое состояние мышц в нашем теле. То есть, либо гипертонус, где мы все зажаты, у нас может быть сутулость, мы как-то очень активно сжимаем грудь, или челюсть, или таз. Либо, наоборот, мышцы могут быть в гипертонусе. Расслабленное пассивное состояние, не способное активироваться. То есть, например, целлюлит, или когда у нас неактивные мышцы спины, тоже может быть сутулость, или второй подбородок, вот обвисшая грудь – это гипертонус. И по этим телесным блокам я могу тоже многое сказать о человеке. То есть, например, если есть телесный блок тазовый, говорит о проблемах в интимном контакте. Либо человек столкнулся с каким-то болезненным травмирующим опытом в этой сфере, либо табуировал для себя вообще интимный контакт как сферу, не может расслабиться, не может почувствовать удовлетворение, низкая либидо и так далее. Либо, наоборот, человек мог стать обсессивен этой темой и очень сильно… Оп, проснулся, по-моему. Есть, например, брюшной, очень распространенный блок, особенно, когда у людей обвисший какой-то живот или целлюлитные отложения на животе, или, в принципе, живот не такой, как им нравится, да, или, наоборот, он в гипертонусе, то есть он зажат, когда даже у женщины есть прям активные кубики, это тоже не норма. И если у нас спазмирован брюшной сегмент, то это говорит о том, что человеку постоянно кажется, что есть какая-то угроза его жизни, его существованию, его комфорту, и он постоянно как будто внутренний готов к атаке. Часто у таких людей с детства были атакующие родители, и даже, возможно, был какой-то абьюз, и они привыкли жить вот в этом спазмированном состоянии. Если, наоборот, вот этот гипертонус такой, тряплый живот или постоянно он наружу, то это говорит о том, что человек постоянно живет в стрессе, но не чувствует, что он способен себя как-то защитить, способен обеспечить свое существование, способен самостоятельно чего-то достигать, и тело настолько отчаивается, что полностью проявляет вот эту неспособность, потому что здесь у нас находят самые витальные органы, и живот так или иначе призван защищать эти витальные органы. Если у нас спазм, то, соответственно, тело считает, что оно должно каждую секунду защищать себя. Если же, наоборот, гипертонус, то есть расслаблено такое пассивное, вяло-дряблое состояние мышц брюшного сегмента, то это говорит о том, что человек уже давно решил, что он ни на что не способен, он не способен себя защитить. И здесь есть тоже термин кортизоловый живот, когда человек настолько долго живет в стрессе, что он уже смирился с тем, что он ничего не сможет изменить. И от этого живот продолжает расти и расти и расти. Забыла, что вообще-то я про курсы рассказывала и ушла в телесные блоки, но на курсах мы как раз снимаем эти телесные блоки. Мы снимаем вот этот мышечный панцирь, от которого тело уже устало. Именно из-за него у нас все боли, все болезни, потому что когда мышцы в спазмированном состоянии, либо наоборот в пассивном состоянии, мы не можем гармонично существовать. Наше тело страдает, оно устает от этого. И, соответственно, на курсе, который я предлагаю, мы снимаем это мышечное напряжение и возвращаем здоровую активность мышц. Здоровое состояние мышцы – это состояние нейтральное, где она расслаблена в обычном положении, но может легко активироваться, когда это необходимо. То есть она не постоянно зажата, вот даже вы сейчас смотрите, почувствуете, насколько зажата челюсть. Вы сейчас ее расслабли, или она прям зажата. Вы можете почувствовать, насколько спазмирована у вас грудь, насколько вообще грудные мышцы у вас напряжены. Или таз, или ноги. Или наоборот у вас пассивные так, что вы не чувствуете вообще, у вас полная диссоциация, вы даже не чувствуете эту часть тела. То есть вы можете сами провести с собой такой анализ. И курс по телесным блокам, я назвала его «Освобождение тела», потому что это действительно освобождает наше здоровое тело, которое хочет жить, которое хочет помогать нам получать кайф от этой жизни. А телесные блоки, они как будто бы не дают нам получать удовольствие, потому что они нас как оковы зажали. Для преображения тела не нужен никакой пот, не нужны дикие диеты или операции. Ты реально можешь преобразить свое тело, правда, ты реально можешь преобразить свое тело, лежа или сидя. Каждое упражнение, которое я даю, это физические упражнения, очень конкретные упражнения, но они все делаются либо лежа, либо сидя. Лишний вес – это всегда может быть из двух вещей. Первое – это я стремлюсь показать свою значимость. Я не могу показать свою значимость другими способами, и я пытаюсь физически стать больше. Либо же лишний вес – это симптом, который говорит о том, что мы выстраиваем некий буфер между собой и реальным миром. Мы настолько боимся своей ранимости, своей чувствительности, мы боимся столкновения с миром, и мы выстраиваем вот тут этот буфер. Отечность, кстати, туда же. Когда мы боимся, что нас будут критиковать, что мы столкнемся с каким-то негативом от мира, мы действительно можем прибегнуть к лишнему весу, как к такому защитному слою, защитной прослойке. И это бессознательные процессы, и как только они из бессознательного выходят в сознательное, ты можешь это уже осознанно изменить. И люди полностью меняют тело. Обязательно переходите к ней на инстаграм, я еще раз оставлю здесь ссылку, там есть и курсы твои. Это бесплатная информация. Куча. Я рассказываю, как вообще проверять телесные блоки, как понять, что они у вас есть. Давай мини-эксперимент, он веселый, ты сейчас со мной будешь его делать. Как определить наличие челюстного блока? Челюстной блок находится вот здесь вот, и он отвечает за личные границы. Как мы можем вообще защитить себя вербально? Ведь у животных, когда им страшно или они чувствуют опасность, они скалятся, они показывают зубы. Если я подавляю в себе эту здоровую агрессию, которая помогает мне защитить границы, у меня напрягается челюсть. Вот как у меня, например, я не смогла выразить гнев, защитить свои границы, и у меня образовался стоматит. Также может напрячься челюсть. У нас могут быть проблемы с суставом, болеть зубы, проблемы с зубами. Это все про это же. И сейчас возьмите 4 пальца любой руки, ты тоже бери. Мы разворачиваем, и вот так вот мы попробуем вставить их себе в рот. Это очень смешно. Я делаю тебе контент. Да, мы должны с тобой так одинаково. 4 пальца. И они могут... Они могут не войти целиком. И это будет говорить о наличии челюстного блока. Вначале попробуйте. У Дины вошли в YouTube, когда я это выложила. Да, мне сказали, ну не у всех такой рабочий рот, как у тебя. Да, в общем, обязательно заходите на ее инстаграм, мега залипательный контент. И обязательно не забудьте посмотреть про тюрьму. Очень интересно, но для этого нужно выделить где-то минут 10, да? Там достаточно долгая история. И не забудьте на мой инстаграм подписаться. Пока-пока. На сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, у нас сегодня последний день. Мы сейчас ходим с Эмилем, наслаждаемся красивыми яхтами, лодками и вообще классной погодой, потому что у нас в Чикаго дождливо, холодно и снежно, поэтому я вообще не жду нашего возвращения. Поэтому закончим этот влог здесь. Если вам было интересно, полезно или вы просто хотите сделать мне приятное, то не забудьте поставить лайк и обязательно поделитесь, есть ли у вас челюстной блог или нет. Спасибо вам большое за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.